Оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан в этот понедельник Хабиров начал с того, что сообщил об внезапном уходе по собственному желанию с поста руководителя комитета по тарифам Светланы Бурдюк. Никак не пояснив это личное желание Светланы Бурдюк, Хабиров что-то такое там проговорил про то, что люди принимают решение, чтобы решить, чтобы принимают решение, чтобы решить, ну и так далее. В общем, объяснения этому не было. Может быть, женщина просто не выдержала груза тарифов или еще чего-нибудь такого. Остальных Хабиров попросил пока остаться, несмотря на то, что как бы никто из присутствующих до сих пор все еще не утвержден в своих должностях, и все они там работают с приставкой ИО. Хабиров грозно провозгласил два лозунга «Не допустим вакуума власти, и никто никуда не уходит». Хотя в зале и все так сидели, в общем-то, как приклеенные к своим стульчикам, никто никуда не порывался уйти. Радий Фаридович посетовал на то, что некоторые СМИ и безответственные граждане с каким-то злорадным ликованием восприняли автоматический уход со своих постов руководителей муниципалитетов после выборов. Практически во всех муниципалитетах, кроме Уфы, переизбрались местные советы и по закону главы администрации ушли в отставку. Так вот, Хабиров посетовал, что даже вышли публикации какие-то восторженные и радостные о том, что, дескать, ушел в отставку такой-то глава района, ушел в отставку такой-то глава района, дескать, радоваться не нужно. В СМИ начала появляться информация, что покинул должность тот-то глава, покинул этот глава, никто не покидает своих должностей. В общем-то, Хабиров совершенно непрозрачно дал понять, что плевать он хотел даже на формальную выбранность глав муниципалитетов, потому что он тут же на месте потребовал, чтобы новоизбранные советы по-быстрому и практически автоматически переизбрали на следующие сроки тех же самых глав муниципалитетов. Хабиров, по сути, даже не допускает, что кого-то из них могут взять и не выбрать, например, те же муниципальные депутаты. То есть ему это даже в голову не приходит, и он ставит вопрос так, давайте побыстрее там всех, значит, заново переутверждайте, а то мне тут как-то неуютно работать. На мой взгляд, Хабиров окончательно дискредитировал институт выборов на вверенной ему территории, ну, мог бы хотя бы формально, хотя бы притвориться, сделать вид, что от народа и от муниципальных депутатов хоть что-то зависит, и вот этих самых глав районов все-таки кто-то там выбирает, а не он, Хабиров их назначает. Но Хабиров такую, значит, мину сделать не смог, притвориться не смог, да и, в общем-то, наверное, и не хотел притворяться. Всем нам он с вами дает понять, что никаких выборов на этой территории давно нет, и есть только принятие решения и назначение каких-то там чиновников. Заслушали оперативную ситуацию в ЖКХ и на дорогах, Ирина Александровна Голованова, исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства, сообщила, что за минувшую неделю произошло две крупные аварии с отключением коммунальных ресурсов более 8 часов, а также 52 технических инцидента, а еще 31 плановое отключение. В технических инцидентах поучаствовали 344 многоквартирных дома, а вот по плановому отключению прошлись в 164 многоквартирных домах. То есть за неделю только в Уфе более 500 многоквартирных домов были лишены в той или иной степени каких-либо коммунальных ресурсов. Но это нисколько не смущает Голованову, она считает, что все прекрасно, все по плану. Хабиров все это никак не комментировал. Исполняющая обязанности министра транспорта Любовь Минакова сообщила, что за минувшую неделю 58 ДТП приключилось в Башкирии, пострадало 64 человека и погибло 4. Статистика гибели людей на дорогах все еще превышает статистику прошлого года за тот же период. Всего погибло на дорогах Башкортостана в этом году 270 человек. А также Минакова сообщила о том, что уже задержано 12 с лишним тысяч пьяных водителей, что, кстати говоря, тоже превышает показатель прошлого года за тот же период. Хабиров в рабочем порядке поинтересовался, решена ли проблема электричек на Айгир. На прошлой оперативке там был шум гамм на том, что люди не смогли съездить, отдохнуть и погулять последние теплые деньги. Минакова говорит, да, количество вагонов удвоили в электричках. Ну, как раз к зиме там люди будут ездить на Айгир, видимо, на этих очень длинных, удобных электричках. В общем, конечно, бред бредовый, если честно. В рамках обсуждения транспортной проблемы Хабиров поднял вопрос Кузнецовского затона. Потребовал от мэра Мавлиева внести ясность, когда же объект все-таки будет сдан. Ну, манипуляция сроками сдачи вот этого многострадального въезда в город, собственно, была одной из ярких страниц предвыборного периода, когда власти несли какую-то совершенно ахинею о том, что вот-вот уже все там будет закончено, не волнуйтесь и идите проголосуйте за Хабирова. Ну, а потом выяснилось, что не больно-то там все и готово. Наивные жители, конечно, поверили. Очень же хотелось поверить, что вот-вот скоро все закончат, но не получилось в сентябре сдать этот объект. Хабиров очевидным образом валит с больной головы на здоровую, отправляя, значит, все эти ответственности в адрес городских властей. Ну, впрочем, Мавлиев отказываться не стал, сообщил, что уже освоено, значит, огромный объем, около 11 миллиардов рублей, значит, вложено в эту развязку, в этот выезд из города. Устроено 2,5 километра улицы Пугачева и 1,5 километра улицы генерала Рыленко. Плюс практически готова развязка, ну, все это вместе готово примерно на 75%. Мавлиев особенно напирал на то, что были сложности с изъятием земель для устройства вот этого выезда. И изъято было 147 земельных участков для строительства. Потрачено, причем, 2 миллиарда рублей на выкуп этих участков. Отдельно Мавлиев отметил, что более половины собственников не желали отдавать участки добровольно и пришлось изымать у них земли через суд. Переуложены все коммуникации заново. И, значит, построены объездные дороги, ну, вот эти вот, 3-х километровая дорога. Мавлиев пообещал, что 1 октября пустят первый участок улицы генерала Рыленко на этой развязке. А к 15 ноября запустят половину проезжей части улицы Пугачева, что, по мнению городских властей, должно существенно разгрузить это направление. И дальше будут запускать весь этот объект частями. Окончательно работы планируется завершить в июле-сентябре 2025 года. То есть, примерно через год. Объездную дорогу, по словам все той же Минаковой, тщательно отремонтировали, никаких ям там нет. Ну, это, как говорится, на практике будет понятно. Хабиров все это выслушал, объявил проблему рабочим моментом, ну, и тем самым сообщил нам, жителям и пользователям этой дороги, чтобы мы, как говорится, потерпели еще, на самом деле. То есть, уже трижды переносились сроки сдачи этого объекта, произвелись вот эти манипуляции перед выборами, когда обещали и не выполнили. Ну, а теперь можно потерпеть и потерпите жителю. Ничего с вами не случится. А еще в 2025 году Хабиров до кучи пообещал в Кузнецовском затоне сдать самую большую школу в Павловском федеральном округе. Аж на 2200 мест. Эта школа там действительно строится, но будет ли она готова к 2025 году, пока непонятно. Ну, в общем, складывается такая картина, что жителям Кузнецовского затона или тем, кто регулярно едет в этом направлении, наобещено и переобещено так много, что, в принципе, уже пора бы начинать и благодарить дорогого Радифаритовича за то, что он так тщательно и много обещает сделать в этой области. Заслушали министра сельского хозяйства Фазархманова, который отчитался о ходе уборочной кампании. Как заявил Ильшат Ильдусович, аграрии выходят на финишную прямую. 80% площадей зерновых уже убрано, намолочено 2,5 миллиона тонн зерна, средняя урожайность 22 центнера с гектара. Прямо скажем, не особенно, но учитывая те природные условия, которые сложились в этой области, в этом году это, конечно, неплохо. 30% сахарной свеклы уже накопано, 10% площадей посевов масличных культур убрано, 83% кормов уже заготовлено и хорошая перспектива заготовить их с запасом. И, как выразился Фазархманов, аграрии справляются, несмотря ни на что. Сахарной свеклы, например, выработано в 7 раз больше, чем потребно для производства сахара, который потребляет республика в течение года. Фазархманов так обильно сыпал цифрами, показателями, процентами, что стало понятно. Под мудрым руководством дорогого Радия Фаритовича, даже, казалось бы, гибнущее сельское хозяйство региона восстало из пепла. Ни погода ни почем, и назло всем теперь сельское хозяйство республики Башкортостан процветает как никогда и как не в себя. Если вы все еще не готовы погружаться все глубже и глубже в Хабировскую Брежневщину, с бесконечно лживыми отчетами и докладами о неумолимом процветании и росте надоев, тогда не забывайте, пожалуйста, поддерживать материально наш канал. Мы существуем исключительно благодаря тому, что вы позволяете нам существовать своими пожертвованиями, своими денежными переводами. Помогать каналу можно, например, подписавшись на регулярную подписку и на регулярный донат на платформе Boosty. Это удобно, это дает вам возможность смотреть наши выпуски без подключения к YouTube. Либо вы можете помогать материально каналу напрямую через Сберкарту, которую мы вам демонстрируем сейчас на экране. Заранее всем большое спасибо. Отдельное спасибо товарищу Рус Гевара. Далее заслушали доклад о ходе подготовки к форуму «Россия. Спортивная держава». Как известно, с 17 по 19 октября этот федеральный форум должен пройти в Уфе. Эстафета Уфе передала Казань и в прошлом, в 2023 году, Владимир Путин сообщил, что в 2024 году этот форум должен состояться в Уфе. Хабиров, прежде чем дать слово министру спорта, очертил масштабы предстоящего торжества. Ради Фаритович заявил, что более 100 стран мира делегируют своих представителей и именитых спортсменов в Уфу на этот форум. Аж дух захватывает. Учитывая то, что в мире 197 суверенных государств, получается, что больше половины из них пришлют сюда своих представителей. Но не всяка Олимпиада набирает такое представительство. Если, конечно, Хатай опять нам не наврал, и опять мы не увидим печальных эфиопов, представителей Ирана и Северной Кореи, разбавленных ряжеными студентами из нефтяного института. Но, как говорится, поживем-увидим. Главной интригой этого форума в этом году будет то, приедет ли на него Владимир Путин. Собственно, Хабиров ждет одного единственного гостя. Это Владимир Владимирович Путин. Ранее и до форума в Уфе Владимир Путин не пропускал ни одного из этих форумов. Всегда участвовал лично в них, никаких там видеоконференций и прочих дел. Так что приезд или не приезд Путина на этот форум будет некой лакмусовой бумажкой отношения Кремля к Хабирову и его команде. Дали слово министру спорта, господину Хабирову, который клятвенно заверил дорогого Раде Фаридовича, что убьется в лепешку, но все задачи организации спортивного форума решит. А оргкомитет этого форума уже перешел на круглосуточный казарменный режим. Жемчужиной мероприятия, по словам Хабирова, должен стать день ходьбы от остановки спортивной до остановки горсовета. Вот, правда, такую идею выдвинул господин Хабиров. Хотите смейтесь, хотите нет. Прямо по первому снежку представители ста стран мира пойдут пешком от спортивной до горсовета, что бы это ни значило. 19 октября совместно с Олимпийским комитетом России и администрацией города Уфы запланировано проведение дня ходьбы по маршруту от остановки спортивной до площади Ленина. В мероприятие примут участие порядка 25 тысяч человек. Предполагаю, что часть представителей особенно жарких стран, конечно, с большим облегчением после этого улетят к себе на родину. Праздник спорта должен завершиться 19 октября. Так что вот эта пешая прогулочка состоится действительно уже, наверное, по первому снегу. Хабиров тревожно резюмировал доклад Хабибова фразой «дай бог все успеть». Ну, он знает, о чем говорит и о чем беспокоится, потому что Господь еще ни разу не позволил ему успеть все, что было запланировано к каким-нибудь мероприятиям. Собственно, вопросов к этому форуму больше, чем много. Потому что, если верить в планы Хабибова, то форум должен открываться и проходить в зданиях и сооружениях, которые все еще не приняты государственными комиссиями. А это, простите, как минимум небезопасно для участников этого форума. Если нет документа о приемке здания в эксплуатацию, то разве можно в нем проводить массовые мероприятия? Это касается и Дворца борьбы, и того Грибного канала, и многих-многих других. В общем, тут, конечно, все очень смутно. Ну и, конечно же, вопрос. Неужели Федеральная служба охраны, которая строго следит за безопасностью Владимира Путина, позволит ему посетить объекты, которые все еще не сертифицированы, не приняты в эксплуатацию? Тут вопросов много. Возможно, башкирские власти что-то предпримут для того, чтобы в экстренном порядке принять вот эти вот недостроенные здания в эксплуатацию. Не знаю, но задачка перед ним, прямо скажем, стоит непростая. Далее заслушали чудесный доклад о динамике отдельных показателей социально-экономического развития Республики Башкортостан. Доклад делал Ильдар Загидуллин, руководитель Башстата. Ну, безусловно, что в целом доклад стал очередным в череде попыток доказать, как же расцвел родной Башкортостан при Раде Фаридовиче. Правда, слушая этот доклад, стало казаться, что вовсе не генетика продажная девка империализма, как утверждал Трофим Лысенко, а теперь у нас статистика стала этой самой продажной девкой империализма. В частности, господин Загидуллин сообщил, что за минувшие пять лет наблюдается стабильная динамика роста основных социально-экономических показателей Республики. Вот так грозно и безапелляционно. А еще он сообщил, что у нас критически снизилась безработица. Ну, видимо, в том числе благодаря рекордной смертности и отъезду из региона людей, способных трудиться продуктивно и качественно. Уровень жизни населения, утверждает Ильдар Загидуллин, устойчиво повышается в последние полтора года. Ну, судя по всему, гражданин Загидуллин вычислял этот уровень жизни где-то в районе Белого дома. Средний душевой доход населения, по утверждению господина Загидулина, составил уже 41 тысячу рублей. То есть это на душу населения, включая младенцев, стариков, инвалидов и так далее. То есть, по мнению господина Загидулина, начальника башкирской статистики, семья из родителей и троих детей имеет стабильный доход в 205 тысяч рублей. Причем это в среднем по республике. Вот так заявляет господин Загидуллин. Хотите верьте, хотите нет. А среднюю зарплату господин Загидуллин объявил в Башкирии 63 тысячи 800 рублей. Ну, естественно, как он и заявил, у нас немыслимо выросла покупательная способность. Что стоит только 14 миллионов квадратных метров жилья, построенные за пять последних лет, по заявлению господина Загидулина. Все это жилье расхватали платежеспособные жители республики Башкортостан, как горячие пирожки. Ну, и под конец своего бравурного доклада господин Загидуллин сообщил о том, что у нас идет неимоверный рост промышленного производства аж на 8% в год. Ну, только вопрос в деньгах, в ценах, которые галлопируют, или все-таки в объемах производства. Особенно господин Загидуллин отметил немыслимый рост производства компьютеров в республике Башкортостан. Ну, тут, как говорится, занавес. Почему-то под занавес самого оперативного совещания заслушали доклад о готовности к осенне-зимнему периоду. Естественно, этот доклад делала исполняющая обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Ирина Александровна Голованова. Почему его заслушивали в конце, непонятно. Это важнейший, на самом деле, вопрос. Ну, да ладно. Ирина Александровна грозно сообщила о том, что осенне-зимний период – это экзамен для системы ЖКХ. Ну, кто бы спорил. Также госпожа Голованова сообщила о том, что паспорта готовности многоквартирных домов к зиме оформлены на 100%. То есть, граждане, не сомневайтесь, ваши дома полностью готовы к отопительному сезону. Ирина Александровна сообщила о том, что аварийные тренировки успешно проведены, гидравлические испытания успешно пройдены. Теплощетчики повсюду проверены. А вот отдельно госпожа Голованова ответила, что катастрофическое состояние теплосетей Белорецка преодолено и ликвидировано. То есть, все будет прекрасно в этом году в Белорецке, и никак в прошлом году ничего лопаться не будет каждый день. Голованова также отметила, что в ближайшее время республику ждет теплая погода, потому отопление включать она не планирует. Как известно, отопление включается тогда, когда среднесуточная температура устанавливается на уровне 8 градусов тепла и держится на таком уровне примерно 5 или 7 дней. При этом Ирина Александровна тактично умолчала о том, что уже за сентябрь жители домов, в которых не установлены теплощетчики, получат счета за отопление. То есть, отопления у них в сентябре не будет, а счета и обязанность их оплатить у них уже появятся. Вот такое чудесное у нас ЖКХ в Республике Башкортостан. Хотите, радуйтесь этому, хотите, не радуйтесь, но не забудьте оплатить счета за то отопление, которое в сентябре у вас не появится в батареях. Для нас чрезвычайно важна обратная связь с нашими зрителями и подписчиками. Поэтому не ленитесь, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы повсюду. В Ютьюбе, ВКонтакте, в Телеграме, в Дзене. И, конечно, комментируйте. Для нас очень важно, что вы думаете о том, что мы делаем. Возможно, у вас есть какие-то вопросы, предложения и так далее. Чем больше будет ваших комментариев и лайков, тем больше количество людей, жителей Башкирии увидит это видео. Субтитры создавал DimaTorzok